Вы смотрите новости Запада Башкирии. Воспитанники Детской художественной школы Октябрьского приняли участие в конкурсе в мире книг Льва Толстого. Он прошел в Татарстане в рамках Всероссийской конференции педагогов-художников. Задача конкурса это привлечь учащихся к личности и творчеству великого писателя, а также выявить и поддержать талантливых детей. Учащиеся Детской художественной школы Октябрьского заняли в этом конкурсе призовые места. В пожарную часть Октябрьского поступило сообщение о том, что горит баня. Причиной пожара стало нарушение правил монтажа и эксплуатации печного отопления. Пострадавших и погибших нет. В результате пожара повреждена кровля бани, потолочные перекрытия и стены. Пожарные напоминают меры предосторожности. Нельзя топить печи с открытыми дверцами, а выгребая залу и угли, их нужно полить водой. Также необходимо периодически очищать дымоход от сажи. Туймазинская межрайонная прокуратура постановила организовать парковочные места для инвалидов. Их не было на автостоянке вблизи строительного магазина. Прокуратура вынесла в адрес владельца здания представление об устранении нарушений. Предпринимателя привлекли к административной ответственности и выписали штраф. Только после этого на парковке выделили места для транспорта инвалидов. В Буздяке в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимп» прошли соревнования по мини-футболу. Торжественную часть мероприятия открыл руководитель комплекса. В соревнованиях приняли участие ученики сборной команды 2-4 классов. Поддержать юных спортсменов пришли их родные и близкие. По итогам соревнований первое место заняли ребята из школы номер 2. Серебро досталось ученикам первой школы. Команды наградили грамотами. В Буздягском районе живут не только отличные спортсмены, но и интересные люди и труженики. Один из них – Роберт Чемборисов. Он занимается пчеловодством около 10 лет. В этом году добился наилучшего медосбора – до 50 килограмм от каждой пчелосемьи. Пасека Роберта Чемборисова находится на берегу реки Кидаж. Сейчас у него 30 пчелосемей. Актеры Бешбуляхского дворца культуры победили в конкурсе чтецов «Праздник белых журавлей». Он прошел в Стерлетомаке и собрал более 500 участников. Художественный руководитель Бешбуляхского ДК Галина Алексеева стала обладателем диплома лауреата третьей степени. Ученик Максим Журавлев также получил диплом третьей степени. Арсений Алексеев поднялся на две ступеньки выше и получил диплом лауреата первой степени. Учителя русского литературы обсудили особенности допуска государственной итоговой аттестации. Семинар прошел в школе номер 2 села Кандры. Учителя также провели уроки русского языка и внеклассного чтения. Рассмотрели критерии оценки работ и типичные ошибки. 6 ноября в Дворце культуры Серафимовский состоялось очередное заседание волонтерской организации «Добротворец». На собрании определили обязанности членов организации, разобрали устав. Ребята составили план на 2019 год. 6 ноября в Киргизмейках состоялся круглый стол, посвященный столетию Коммунистического союза молодежи. В ходе дискуссии участники обсудили вклад комсомольцев в развитие страны и региона. Они поделились впечатлениями о том, как дружно работали на субботниках, отдыхали на природе, проводили веселые конкурсы и ходили вместе в походы. На заседание также выделили ряд приоритетных направлений в работе с молодежью. Все вы знаете знаменитую карламанскую сгущенку. Башкирский бренд с полувековой историей. Но не всем известно, кто придумал эту самую сгущенку. А изобрел ее американец Гейл Борда еще в 1856 году. 9 ноября у изобретателя день рождения. Поначалу сгущенка совсем не пользовалась спросом у населения, и ее стали рекламировать как детское питание. Ведь сладкое молоко дети пили куда охотнее, чем обычное. В нашей стране сгущенку полюбили даже больше, чем в Америке. Дизайн белой-синей-голубой этикетки для сгущенного молока разработала в 1939 году советская художница Ираида Фомина. Этот образ и по сей день используется в качестве бренда. Также 9 ноября отмечают Международный день антиядерных акций и Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. В 1911 году во Франции запатентована неоновая реклама. В 1923-м в Германии начались массовые погромы против евреев, а в 1989-м началось разрушение Берлинской стены.